На сцене одной из самых интеллигентных музыкальных площадок Приморской столицы, Камерного театра Перекрёсток, в грядущее воскресенье, 25 февраля, пройдёт Фингерстайл-концерт. Это передача «Время говорить». Меня зовут Евгений Черёмухин. И у нас сегодня в студии музыкант, педагог и организатор мероприятия Александр Диченко. Здравствуйте! Здравствуйте! Александр, первое, что хотелось бы узнать, что есть и с чем едят Фингерстайл? Если говорить обобщенно, Фингерстайл – это просто интересная, необычная игра на акустической гитаре. Во многом отличающаяся и визуально, и музыкально от того, к чему привыкли и как подходит. Смотрите, 25 февраля, почему выбрана именно эта дата и почему Перекрёсток? Я знаю, что до этого вы уже проводили один или два фестиваля, связанных с Фингерстайл как стилем игры. Расскажите поподробнее о том, к чему вы сейчас идёте и что вы планируете в этой популяризаторской деятельности. Ну, любая музыка, она просит слушания. И если музыка просит внимательного слушания, то её удобнее воспринимать, сидя в креслах, на стульях, то есть в виде концертного зала. А мы проводили концерты в барах, в клубах, это интересно, но это не всё, как можно такую музыку воспринимать. И поэтому сотрудничество с Перекрёстком очень радостное, потому что там очень уютный зал на 40 мест, с сидениями, с комфортом, сцена, декорации. И это всё пройдёт визуально и аудиально очень красиво. Как я понимаю, Фингерстайл — это какое-то новое течение в музыкальной среде. Я так понимаю, Приморская столица, в частности, Владивостока. И Терратор Перекрёсток, он достаточно консервативный, что ли, в том смысле, что там очень много бардовской песни, очень много джаза, очень много стихотворений, лирики, которая, к сожалению, часто недоступна для молодёжи в силу определённых причин, образования и всего остального. Каким образом так получилось, что вы с Фингерстайлом, таким, будем говорить, модным течением, которое становится модным, я надеюсь, пришли туда? Сразу сделаю маленькое исправление. Театр Перекрёсток изначально, конечно, создавался человеком, который является собой фигурой в движении авторской песни в Приморье. И руководим им по сей день. Там были в большинстве как раз названные стили и течения именно авторской песни. Там было очень мало джаза до взаимодействия с некоторыми джазовыми музыкантами. Как бы то ни было, Сергей Рыбалко, руководитель этого театра, он очень открыт любым формам творчества, абсолютно неважно, к какому времени и какому стилю они принадлежат. Так получилось, что он с тех времен, так получилось, что он это двигал и двигает в Владивостоке. Но театр Перекрёсток как творческое объединение есть. Они делают балаганчики, концерты, мастер-классы театральные интересные. Оно в творчестве своем использует абсолютно разные стили и направления. Поэтому, мне кажется, естественным образом сложилось взаимодействие с Перекрёстком и фингерштайловой концепцией, и джазовой концепцией. Также у них театральные вечера проходят концерты групп, если так можно сказать, неформатных, не в электрическом самом деле, не в радиоформате с интересным творчеством. Поэтому площадка просто интересная для всего нового, красивого, камерного и творческого по-настоящему. Хорошо. А что ожидает конкретно зрителя, который придет 25-го числа в театр Перекрёсток? Что это будет и как? Заявлен фингерштайл гитар-концерт. Судя по названию, можно просто даже понять, что на концерте будут показаны разные виды и степени фингерштайла. То бишь, как мы уже решили называть вкратце, необычные игры на акустической гитаре. Я надеюсь, в конце передачи вы нам покажете что-то из этого. Ну, да, да, конечно же, продемонстрирую. Будет несколько участников, каждый из которых в своей программе проявит ту или иную часть, так скажем, современного подхода к игре на гитаре. В том числе и песенный аккомпанемент будет, потому что это не только игра инструментальной музыки. Это будет красиво, это будет необычно, это не будет похоже на концерт классической музыки, хоть будет изучать инструментальная музыка. Просто потому что подход и материал, исполняющийся, они другие. И это будет отличный концерт, на который стоит прийти, стоит послушать таких немного. Интересно, а это будут какие-то профессиональные игроки фингерштайла? Или это просто музыканты, которые решили собраться и как-то вот показать, как может звучать гитара по-другому? А сингерштайл, на то она такая и концепция, что проявляется независимо, не связанно с музыкальным образованием, с тем или иным стилем или опытом. Это просто, если обобщенно сказать, это такая же игра на гитаре, как и игра песен, как и игра классической музыки. Просто она прикольная, необычная и современная. И к ней приходят по-разному. Кто-то приходит через песни, русский рок-бардовская песня, как один из участников концерта будущего. Кто-то, как я, например, приходит через музыкальное образование. Кто-то сочиняет свои песни и понимает, что если есть желание их просто интереснее играть, необычнее и красивее, он начинает заниматься именно вот исполнительской гитарной частью. Это все вырастает, естественным образом, в красивую музыку, довольно необычную при исполнении. Хорошо. А как попасть на этот концерт? Он будет какой-то закрытый клуб или это платные билеты, или это просто свободное посещение? Нет. Входные билеты 250 рублей. Билеты можно приобрести на входе. Билеты можно забронировать заранее, позвонив по телефону. Находится это территориально на улице Крыгина, дом номер 17. С обратной стороны дома, со двора, ищите белую дверь с надписью «Театр-перекресток». Александр, вот вы так много говорите о том, что это необычный, молодежный и так далее стиль. Каков порог вхождения в фингерстайл? Желание. Одного желания, по большому счету, достаточно. Ведь как бы ни развивался современный мир, и какие бы радиоформатные критерии музыки не существовали, всегда будут люди, которым было бы интересно научиться играть на музыкальном инструменте, на любом. Это нормальное, естественное человеческое желание. Но для этого нужен еще инструмент. Хотелось бы вот об этом тоже узнать. А когда мы наблюдаем визуальный ряд современного, не знаю ли, ассоциативного, ассоциативный ряд современного мира, первое, что приходит в голову, это гитара, самый распространенный инструмент. Поэтому желание человека научиться освоить игру на гитаре, оно, естественно, не привязанное к временам и к стилям. Вот он захотел. Понятно, что у него в душе живет какая-то музыка, которую он хочет поиграть, либо любимые песни, либо любимые мелодии. И на этом материале человек начинает познавать гитару. Есть несколько путей. Кто-то учит ноты в музыкальной школе и через классическую музыку в это приходит. Кто-то учит песни, играет песни, аккорды и приходит через песни в это. В любом случае желание важно. Это определяющий фактор. Как я уже сказал, фингерстайл – это, естественно, следствие этого процесса. Человек к нему рано или поздно придет. Главное, чтобы он вошел в принципе. Хорошо. Представим гипотетический гражданин Иван, который немного играет на гитаре. И хотел бы, вот он услышал из нашей программы такое слово, как фингерстайл. Я так понимаю, открывает интернет, там его полно. И он решил этому научиться. Что для этого нужно? Специальная гитара, специальные струны. Сколько это все примерно человеку может обойтись? Вот об этом хотелось бы узнать. Любую музыку можно играть на любом инструменте. Даже на самой простой гитаре. Тут важен по большому счету один критерий главный, чтобы струны были невысоко. Чтобы было просто комфортно зажимать струны. Потому что в игре фингерстайле фактор прижатия важнее и больше, чем просто в игре песен. Ну, там, грубо говоря, зажимать нужно будет больше, тщательнее, тоньше. Регулировка высоты струн возможна и доступна любому гитаристу на любой гитаре абсолютно. Звук у любой гитары есть, уже хорошо. Человек имеет инструмент, опять же, как вы сказали, имеет YouTube как источник. Там очень много красивой музыки. Человек там вспоминает в голове любимую мелодию, например, Yesterday with Loft. Он видит Yesterday cover, фингерстайл, гитар, там 20 вариантов. То есть это возможность по новому прочтению, нового прочтения известных каких-то композиций и мелодий, правильно понимаю? И в том числе, да, в том числе, конечно. И человек видит это, он может научиться, используя разные пути. Хоть вот видео снимать с рук, с пальцев, да, хоть табулатуру использовать, хоть ноты выучить, что очень полезно. И многие к этому приходят. Но шаг очень простой. Мы, наверное, приходим к самым банальным вопросам, которые наверняка вы часто слышали, да, как музыкант. Обязательно ли обладать знаниями в теории музыки, чтобы научиться играть в любимом стиле, в том числе и фингерстайл. Любимую музыку. И любимую музыку. Скажу так, способности равнозначно есть у всех людей. Это дано природой. Так мы заложены, так мы устроены. То есть любой человек, вообще независимо от возраста, да, или чего? Да, любому человеку от рождения дано поровну. И понятие музыкальный слух отдельно не существует. Это продукт естественного человеческого слуха. Люди о том, люди, которым медведь на ухо наступил, это миф. Людей таких нет. Каждого можно развить музыкально, просто это момент воспитания именно с детства. Опять же, две руки есть у каждого человека, которыми можно технологически извлекать звук на гитаре. Возможности у всех поровну. Складываются звезды или не складываются звезды, что у человека рождается желание, вдохновение, и берет он инструмент или нет. Это уже моменты жизни, а не данного заранее. То есть, и все-таки вы не ответили на вопрос, нужно или не нужно знать теорию музыкальную. Это какая-то обязательная... Вот как для математика, таблица умножения, да, там логарифмы производные. Без этого математик вряд ли сможет хорошо решать, даже если он очень одарен от природы. Есть ли такие вот моменты в музыке? Для исполнительства может быть вполне достаточно визуального источника информации, того же Ютуба, или там табулатуры современной, там, способа записи. То есть, вы говорите о самообразовании. Да, да. Но прихождение человека к желанию знать основы теории, это обязательный шаг, неизбежный шаг в процессе развития. Человек развивающийся, он рано или поздно к этому придет, ему станет интересно, и он это освоит. Человеку, которому не хочется это делать, он останавливается на уровне песен, останавливается, играет, поет, ему хорошо. И ему теория не нужна для того, чтобы делать это. Вы сказали на уровне песен. То есть, я правильно понимаю, что фингерстал является некой ступенью, которая выше или ниже, или наравне... То есть, музыка, в вашем понимании, это какие-то категории, да? И фингерстал, она как-то вот более сложна, да, или нет? Не категории, этапы развития. То есть, фингерстал это нечто уже следующий шаг. Да, да, да. А почему? Ну, потому что он требует большего внимания, концентрации и самосознания, самоконтроля. Не сложно выучить 10 аккордов и, используя их, играть свою песню. Это как бы самое распространенное, это уже удовольствие, это уже хорошо. Человек играет, и он через год может понять, что ему хочется больше, и он начинает копать, уже сам себя мотивируя на это копание. Или он может не заходить и тоже нормально остаться на этом. Поэтому все, все, естественно, развивающееся. Такой немножко более частный вопрос. На одном из прошлых мероприятий один из участников фингерстала-фестиваля, Борис Маркин, играл преимущественно, не говорю все время, композиции, которые придумали другие люди. И свою музыку также. Какой путь проще для того, чтобы войти опять же в фингерстайл? Сразу же учить чужие композиции в этом стиле? Либо пытаться перекладывать известные самостоятельно, либо сочинять свою музыку? А сочинение своей музыки – это тоже этап, к нему тоже многие приходят. Это не нужно специально делать, и это специально не делается. В процессе развития всяко появляются какие-то фразочки или наигрывания, которые уже твои. Играет чужое, почему нет, если есть те или иные любимые песни или любимая музыка? Ты же ее хочешь исполнить. Понятно, что в нашем мире сейчас этой музыки очень много. В 19 веке роль современной поп-музыки выполняла классическая музыка. Ее тогда очень много играли. Сейчас в другие времена, сейчас можно выбирать, что играть, что больше по душе. Поэтому отталкиваться лучше от того, что хочется и что нравится больше всего. Это естественным образом и быстрее всего выйдет наружу в руки и в мир. Ну а подробнее о фингерстайле Александр Диченко, организатор будущего фингерстайл-концерта в Театре Перекресток, расскажет после короткой рекламы. А я напоминаю, что у нас в студии организатор грядущего фингерстайл-концерта в Театре Перекресток Александр Диченко, музыкант, преподаватель. Александр, давайте еще раз приземлиться с небес на землю и поймем, почему же все-таки фингерстайл интересен и почему на эти мероприятия приходят люди. Я знаю, что с неплохим таким откликом прошел прошлый фингерстайл-фестиваль в одном из клубов, баров города. Вот об этом. В какие бы ни были времена, живая музыка все равно существует. Когда-то она меньше котируется, когда-то больше, но это часть жизни, это неизбежно. Поэтому люди будут хотеть ходить на живые концерты, а музыканты будут хотеть играть эти живые концерты. Игра на одном акустическом инструменте, это аккумулирование этой самой энергии. Группой легче держать зал и легче, я даже очень сложно, заполнить пространство, вот, создать заполнение пространства. Когда ты один, у тебя группы нету, но люди пришли, ты должен это пространство заполнить одним инструментом. Что вы имеете в виду заполнение? Игра на инструменте так, чтобы саунд, который ты создавал, звучал полноценно и самодостаточно, как будто играет группа. То есть, если это проецирует фингерстайл, то это использование, допустим, и басовой линии, и мелодии, и ритмической основы, и функции. И все это на обычной гитаре? Да, и все это на одной обычной акустической гитаре. На слух это приятно, визуально это красиво и интересно. Поэтому факт того, что это начинает двигаться во Владивостоке, появляются и музыканты, играющие, и люди, слушающие, это радует. Потому что это часть культурной жизни, и без этого сложно жить, в принципе. Здорово, что есть театр-перекресток, где можно показать камерную часть. Здорово, что есть клубы и бары, где можно делать живые концерты и показывать драйвовую, энергетическую часть. Здорово, что есть люди, которым это интересно. Поэтому мы будем двигать просто потому, что нам нравится играть, хорошая музыка, красивая и необычная. Вот ключевое слово, которое я здесь услышал, нам нравится. Какова, по вашим оценкам, вот эта вот, будем говорить такими словами, тусовка музыкантов, которые так или иначе, либо хотят, либо уже вошли в этот стиль, или используют какие-то необычные приемы игры на гитаре? Во Владивостоке, в принципе, музыкальная тусовка небольшая, но в этом есть и плюс. В ней нет разделения на музыкантов по стилям или по инструментам. Все одно. И что заставляет музыкантов играть хорошо, разные стили, самоточиться, так сказать. Ну, человек, играющий, он неизбежно, естественно, в нее вольется в эту тусовку, в это общение. И он рано или поздно найдет себе единомышленников и поля для проявления себя. Просто нужно быть, играть и ходить на концерты. Хотелось бы еще узнать, везде ли можно исполнять такой стиль, то есть технические какие-то возможности, любой ли площадке могут это позволить или нет? Допустим, для того, чтобы вышла целая группа, обязательно нужны какие-то определенные технические средства, да? Либо какие-то устройства, которые воспроизводят там басы, электрогитары, да? Какие-то микрофоны, может быть, стойкие, там, свет. Для фингерстайлиста насколько этот порог, опять же, вхождения, повторюсь, высок? Музыка, исполняющаяся фингерстайлом на гитаре, и само исполнение, они красивые, но они требуют позвучки, чтобы всю полноту раскрыть. И если хорошая акустическая гитара озвучена одним хорошим микрофоном с небольшим эхом, с небольшой обработкой, это будет уже хорошо и красиво, все остальное в пальцах исполнителя. То есть рецепт хорошего концерта фингерстайли, это один микрофон? Ну, один микрофон, хорошая колонка. Одна гитара? Одна гитара, один исполнитель. Один исполнитель, да. Одна гитара, что важно, как вы подчеркнули, который исполняет, замещая собой роли в ансамбле. А насколько это качественно звучит и полно? То есть вот обычная акустическая гитара в представлении, на таком более обывательском, да, это... Песни. Песни, аккорды в таком не очень низком, не очень высоком регистре, может быть. Обычно. А для фингерстайла какие-то вот специальные, может быть, перестроения используются? Существует фингерстайл, в принципе, свободный подход к гитаре. Он включает в себя и перестройку стандартного строя. А вот об этом потом поподробнее можете рассказать? Об этом... Это поподробнее продемонстрирует Борис Маркин на концерте 25 февраля. Потому что Боря играет в альтернативных строях. Это требует времени, ну, просто технологически для гитары привыкнуть к новому натяжению струн. Поэтому я сейчас не буду демонстрировать, времени мало, а придя на концерт, слушатели увидят это в полной мере. Там интересные пространства звуковые, другие совершенно. Это все звучит, выглядит необычно. Хорошо. Для людей, которые заняты работой, учебой или какими-то домашними делами в большей степени, можно ли как-то вот взять, пойти и научиться этому? Я имею в виду, что самообразование это хорошо, но не у всех есть на это время. Кто-то у нас преподает вообще? Да, но вот вами описана ситуация, домохозяйки и т.д. и т.п. Да, это люди как раз сидящие дома, следовательно у них есть время и возможность для ютуба. В такой ситуации и иного способа самообразования нет. Если человек все-таки хочет идти к преподавателю, он на него настроен, специально это решил, осознанно выбрал, то можно есть в Владивостоке. Опять же, люди, пришедшие 25 февраля на концерт, познакомятся с этим и с преподавателями в том числе. Хорошо, тогда ближе к итогам уже тогда подходим. Почему надо идти 25 февраля на фингерстайл концерт? Сингерстайл гитар-концерт 25 февраля в 16.00 в Камерном театре «Перекресток» это просто очень красивое, интересное мероприятие, каких мало в Владивостоке культурных мероприятий. Это не обычный вечер в обычном клубе с обычной музыкой. Это та часть жизни, которая существует независимо от времен, это культурная жизнь. Ну и в завершении программы хотелось бы, чтобы вы продемонстрировали нам, как звучит акустическая гитара, когда ее держатель, скажем так, использует фингерстайл. Что вы будете для нас сегодня играть? Исполню мелодию группы Битлз, а конкретно авторство Джорджа Харрисона. Очень мне нравится эта мелодия. Называется она «While my guitar gently whips», «Когда моя гитара плачет». 25 февраля в 16.00 театр «Перекресток» «Фингерстайл-концерт» под организаторством Александра Дьяченко, а сейчас композиция в стиле фингерстайл. Увидимся на восьмом. Музыка «Фингерстайл-концерт» Музыка «Фингерстайл-концерт» Музыка «Фингерстайл-концерт» Музыка «Фингерстайл-концерт» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok